МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник, посвященный биологической науке. Это не только внимание для ученых, но и возможность показать свою любовь к природе и принять участие в защите ее интересов. И сегодня в гостях в нашей студии Россия-24, кандидат биологических наук, лауреат премии Японского экологического общества Али Кипкеев. Здравствуйте, Али Магометович. Здравствуйте, Альбина. Расскажите о том, как вы получили эту премию и есть ли у вас еще публикации? Ну вот, если начать рассказывать про саму премию, то премия была получена после написания статьи, и сама работа у нас велась в Тибридском заповеднике. Есть такой высокогорный научный стационар, ему около 50 лет, и он практически единственный на земном шаре, можно так сказать, где изучается альпийская растительность. И я, будучи аспирантом, со своим научным руководителем Анипченко Владимиром Гертрудовичем, заведующим кафедрой экологии, мы поднялись в январе, зимой, откопали хохлатку из такого растения, которое приспособилось выживать в тех суровых условиях, оно начало пускать корни в снег. После того, как мы это обнаружили, выкопали это все, и это было у нас 7 января проходило, 13-го года. Сложно было, холодно? Ну, мы как раз попали под такой снежный плен большой, была буря, мы подняли, разбили палатки там наверху. Помимо всего, я занимаюсь альпинизмом, эти навыки мне очень хорошо помогли. Вот, и мы откопали эти корни, спустили вниз, отдали в лабораторию, промыли. Лаборатория доказала, что это корни. И после опубликации этой статьи, и, кстати, нам вручили награду в 2014 году, и в этом году как раз получается 10 лет этой самой награде. Это было мировое открытие в области ботаники, что вот первое нами было выявлено, что растения, так вот, в снегу есть корни, и они там питаются Н15, ну, тяжелая форма азота. Вам было приятно? Вы были тогда еще молодым ученым, вдвойне, наверное, да? Ну, вдвойне, да, приятно. И в тот момент, когда было объявлено, что мы выиграли, я находился в МГУ, в университете, мы сидели заведующим кафедрой со своим научным руководителем. Когда он мне сказал, я сначала, ну, да, вроде хорошо, как бы. Потом, когда начали приходить в кабинет там с университета, с факультета, начали поздравлять академики наук, там, и тогда я понял, что это очень хорошо, это масштабное такое событие. А есть ли у вас еще публикации? Ну, в этой сфере, да, конечно, у меня там более 15 публикаций. Планка успеха десятилетней давности задана высокая, вами же. Сложно ли дальше потом работать? Ну, знаете, тут вопрос несложно, тут вопрос, ты понимаешь, да, вот сейчас, в современном мире, да, казалось бы, нету, ну, все все знают, да, все изучено, все подробно, все. И это дало такую дополнительную мотивацию и толчок, то, что, оказывается, есть те вещи, которые, оказывается, еще человечество не знает, да. Один момент – это найти, да, ты становишься первопроходцем, другой момент – этот вопрос расширить и внедрить, в принципе, в науку, да, в науку и с науки уже ввести с прикладной в больше такую практическую часть, да, это большой объем работы на самом деле. Но это, наоборот, дает мотивацию дальше продолжать искать. Расскажите о своем образовании и опыте работ, и где вы сейчас трудитесь. Ну, у меня первое образование – сельхоз, это здесь, в Карачаево-Черкесской республике. Потом у меня аспирантура – это КЧГУ города Карачаевска. Ну, я защищался в Уфе, в Башкирии, и работал вот непосредственно на этом научном стационаре биологической факультеты МГУ, вот в Тиберинском заповеднике. Дальше вот после защиты я работал в сфере сельского хозяйства и вот экологии растений. Потом в один момент мне стала вот как бы экология, экология очень интересная. Я уже пошел уже на производственную экологию, промышленную экологию. Это очень довольно интересная вещь, в которой ты не просто борешься, ты сохраняешь природу, да, для людей, потому что все равно есть заводы, фабрики. Сейчас я работаю в Кавказ-Цемент, в службе главного эколога, и в нашу сферу там входит контроль воздушного пространства нашего, ну, вот как бы сказать, бассейн, да, для нас, для экологов, там качество воды, качество воздуха, и вот мы, в принципе, контролируем весь этот процесс. Работа, не сомневаюсь, наверняка интересная, но вы планируете в дальнейшем стать доктором? Сейчас вы кандидат. Ну, знаете, такой вопрос, я, в принципе, продолжаю заниматься, писать статьи, продолжаю исследования. Вы еще и преподаете, я знаю, в Москве, да? Ну, да, я ежегодно езжу в Москву, преподаю биофаку, МГУ, это экология растений, вот ежегодно. Там у нас есть самостоятельные работы, небольшие научные работы мы проводим вместе со студентами. Там, как раз у меня первые и вторые курсы. Скажите, пожалуйста, какая область биологии вас больше всего интересует? Есть ли в этом направлении проекты или же успехи? Что планируете? Ну, знаете, в области биологии то, что я изучаю, это, получается, ботаника, экология растений, да, и по какой теме я публикуюсь, да, на самом деле. Ну, вот успех – это награда, это мировое открытие, в принципе, дальше развивать эту тему, потому что у меня несколько таких смежных наук, сельское хозяйство, биология, плюс вот сейчас промышленная экология, то, чем я занимаюсь. В принципе, вот совмещение их, оно интересная штука, и дальше я пошел обучение в Академии Темирязевской, вот по биотехнологии. Вопрос тут как раз то, чего мы достигли сейчас, да, что можно делать в области биотехнологии. И как раз по биотехнологии я вел занятия в Центре одаренных детей в городе Черкесске. Мы с детьми там поставили такие маленькие научные эксперименты. Ну, я думаю, это первое в их жизни. Ну, были, я был приятно удивлен, что такие классные дети, интересующиеся дети республики. Это важно наше будущее? Это важно, да, потому что, когда ты работаешь, у меня были большие экспедиции, там вот в Кению мы два раза ездили, один раз как участник экспедиции, второй раз как руководитель экспедиции. Когда ты все время в экспедициях, все время в работе, ты, наверное, чуть теряешь, что у нас же в республике, да, на самом деле. И это был такой очень приятный опыт работы с детьми, и мне было очень интересно на самом деле. Какие цели вы ставите перед собой в своей карьере? Есть ли планы? Ой, ну, знаете, такой, наверное, такой объемный вопрос. В принципе, то, чем я занимаюсь сейчас, вот промышленная экология, она мне очень нравится. Потому что там вот это изменение законодательства, все время смотришь, все время контролируешь, все время, как называется, держать руку на пульте. Вот, да, и потом дальше, конечно, наука, я ее не забросил. Хотелось бы чуть больше уделять времени науке, да, продолжать, потому что столько всего неизведанного, столько всего еще не открыто, сколько еще стоит, предстоит сделать. И дальше, конечно же, в свое, ну, как, время включить, вот, кроме преподавания, то, что вот в МГУ преподаю, также проводить небольшие занятия, лекции для детей республики. Али Магомедович, время у нас пролетело незаметно. Спасибо за интересную беседу. Желаю вам новых открытий, новых проектов. Ждем вас с ними в нашей студии. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо за эфир, что пригласили. Ну, приглашайте, будем приходить рассказывать. Обязательно. А нашим зрителям желаю успехов и беречь нашу природу, чтобы мы все могли любоваться ею.